Задача председателей ТОС – донести информацию до жителей своих микрорайонов, что они могут принять участие в формировании списка дорог, нуждающихся в реконструкции. Напомню, в Сочи идет масштабный ремонт дорог, включая муниципальные, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня асфальтовое покрытие меняют одновременно на 29 улицах. О качестве ремонта сочинцы судят по центру курорта. Самыми заметными для горожан стали работы на улицах Островского и Конституции. Но именно тогда у многих жителей возникла масса вопросов, в том числе к составителям списка дорог. По мнению некоторых сочинцев, здесь асфальт и без того был хорошим. Почему эти улицы все же попали в список, общественникам объяснил директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства. Мы не меняем старый асфальт на новый или хороший на лучший, как пишут в соцсетях. Мы меняем тип покрытия. У нас был обычный асфальтобетон, мелкозернистный асфальт, который мы меняем на щема, щелочномастичный асфальтобетон. Это та, ну скажем так простым языком, тот асфальт, который в основном используется на дорогах 1, 2 и 3 категории. То есть федеральные дороги с наибольшей интенсивностью движения. Он более эластичный, поэтому срок его службы 10 лет минимум. Те улицы нашего города, которые попали именно в агломерацию, улицы в первую очередь с интенсивным движением, то есть такие основные, скажем так, транспортные артерии любого города. Соответственно, в агломерацию попадают улицы, где ходит общественный транспорт. Нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги рассчитан на 6 лет. В этом году он реализуется впервые. Городу на ремонт дорог ежегодно будет выделяться 830 миллионов рублей. Взамен в Сочи должны снизить количество аварийно-опасных участков. Ну и довести процент дорог, соответствующих нормативам, до 85. Мы активную политику ведем, начиная от Анатолия Николаевича Пахомова, который отдает эти поручения, заканчивая нашим департаментом. Например, Новороссийский, город Новороссийск выделяется в год 550 миллионов рублей. Поэтому вот пока 830, почему говорю пока, может быть будет больше, но больше эта сумма в последующие годы может быть только на так называемые капитальные вложения. Уже в августе строители сдадут капитально отремонтированный участок дороги на улице Леселидзе в селе Пластунка. На капремонт двух километров дорожного полотна выделено 80 миллионов рублей. Это самый дорогостоящий в этом году проект. Эта дорога станет первой капитальной в селе. Ведет она к местному кладбищу, к тому же здесь десятки домов. Сдача запланирована на 25 августа. Со временем в эту часть нижней Пластунки начнет ходить и общественный транспорт. А еще капремонт автодороги запланирован на улице Рахманинова в центральном районе Сочи. Срок окончания работ по контракту – 15 декабря. В целом, общественникам рассказали, что именно проводится сегодня в Сочи в рамках нацпроекта. Но все же главная задача – обсудить перечень дорог, планируемых к ремонту в ближайшие два года. Контракт на выполнение работ будет заключаться уже в этом году. На Мамайке очень много километров дорог асфальтировано. Крымская, Целинная, Плеханово, Щабулская сейчас полностью ремонтируется, Полтавская. Улиц много сделано. Но, тем не менее, у нас есть такие отрезки дорог, кусочки, которые с улицы не видно, как говорится, с таких общественных мест. А людям туда темно, деткам ходить, в школу. Улица Красноармейская, вы знаете, одна из таких оживленных улиц, где большая проходимость транспорта. Недавно, значит, взяли за ремонт и отремонтировали. Отлично привели порядок. Пожелание было от нас межквартального проезда, то есть между домами, вот, скажем, на Средном бульваре. У нас была большая проблема по улице Краснодонской, переулке Браташвили, Алихский. Но сейчас уже эта дорога сделана. Остались, конечно же, дороги между домами, придомовые дороги. Мы сейчас тоже работаем над этим вопросом. Мы подали уже все заявки. И вроде бы, ну, в этом году, если нет, но в следующем году уже часть дорог будет сделана. И это большая радость для нашего микрорайона. Перечень дорог, требующих ремонта, будет окончательно утвержден в конце августа, после завершения интернет-голосования среди сочинцев и по результатам общественных слушаний. Голосование будет проходить на сайте администрации города от активной позиции каждого сочинца и будет зависеть, какие микрорайоны смогут в ближайшие два года гордиться обновленными улицами.